Открыв Тинни Вау, я всерьез задумался. Как коротко описать все то, что он умеет? Можно просто процитировать заголовок сайта. Тинни Вау – бесплатные инструменты для того, чтобы сделать работу, обучение, жизнь, да все проще. Смелый заголовок, согласен. Давайте посмотрим, как обстоит на самом деле. Первое, что бросается в глаза – огромный выбор всевозможных инструментов, сгруппированных по различным категориям. Работа с PDF, с изображением, с текстом, с видео и файлами. Спасибо за отдельный каталог, где собраны инструменты, за которые, по мнению разработчиков Тинни Вау, в большинстве случаев приходится платить. А тут они совершенно бесплатны. Причем бесплатны без условностей. Давайте зарегистрируемся и посмотрим. Сразу появляется робкая, ненавязчивая просьба поддержать Тинни Вау. Что это даст нам, расскажу позже. Давайте посмотрим, что же скрывается под вкладкой PDF. Здесь мы видим огромный набор инструментов, начиная от всевозможных конвертеров, заканчивая созданием и работой с PDF-файлами. Даже электронная подпись есть. В работе с изображениями выбор не меньше. Здесь помимо преобразований форматов, изменения размеров и сжатия файлов, есть и функции на основе ИИ. Например, удаление фона или генерация изображения. В работе с текстом мы видим, в принципе, все те инструменты, которые знакомы нам по другим нейросетям, хотя бы по тому же чату GPT. Но здесь это выглядит как отдельные специализированные утилиты, которые избавляют нас от поиска корректно сформулированного запроса. Инструменты для работы с видео также позволяют работать с файлами в плане конвертации, сжатия, плюс есть такие возможности, как распознавание текста и добавление субтитров. Ну и скачивание видео из соцсетей. Последняя вкладка не так обширна по возможностям и связана преимущественно с Excel. Итак, посмотрим, что есть в настройках профиля и платной подписки. Примерно за 6 долларов в месяц вы просто избавитесь от всплывающей рекламы и капчи, которая будет преследовать при обработке файлов. Очень интересное предложение «Контент-машина». Обещают, что ваш блог будет полностью автоматизирован. От генерации тем и контент-плана до создания самого этого контента. Стоит это чудо 89 долларов в месяц. Лично я пока с недоверием отношусь к таким штукам, но может как-нибудь и сделаем обзор. Давайте посмотрим хотя бы пару инструментов в действии. В работе с изображениями я остановился на создании диаграмм. Заходим в раздел и тут все интуитивно, понятно и просто. Можно выбрать вид диаграммы, который нужен вам, потом спуститься ниже и заполнить таблицу вашими данными. Дальше останется только немного доработать под себя и сохранить. В работе с текстом меня привлек генератор сценария для YouTube. Работает он предельно просто. Достаточно только написать тему видео, выбрать стиль повествования и указать примерную продолжительность. Сценарий готов. Сразу оговорюсь, русский язык Тинюау, к сожалению, не понимает. С такой же ситуацией я столкнулся в видеоинструментах. Распознавание текста, генерация субтитров не для русскоязычных видео. А вот со сжатием файлов он справляется довольно шустро. Просто загружаем файл, выбираем степень сжатия, потом только сохранить. В некоторых инструментах существуют ограничения по продолжительности видео. Ну и напоследок посмотрим, как Тинюау работает с PDF. Попробуем внести правки в PDF-файл. Вот так выглядит сам редактор с довольно внушительным количеством возможностей. После правок останется только скачать полученный файл. И в завершении, что происходит с файлами, которые мы загрузили. Есть специальная вкладка, где вы можете отследить их судьбу. Тинюау обещает удалить их в течение часа, но очистить все можно сразу после завершения работы. Лично для меня Тинюау – это возможность на одном сайте выполнить огромное количество мелких и несложных задач. Минус, конечно, что не работает с русскоязычными аудио и видео. Если уделить внимание каждому инструменту Тинюау, то это видео было бы бесконечным. Да и зачем это делать, если вы можете сами зайти и протестить все под свои конкретные задачи. Самое главное, помните, это все-таки онлайн-сервис, и вот доверять ему важные документы – не самая лучшая идея. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.